На одной волне с городом. Радио. Балком. Утро на Балкоме. Да, мы продолжаем. Как обычно, в это время, в понедельник у нас на прямой связи. Сейчас будет Инга Васильева, представитель бюро вакцинации. Ну, к сожалению, такие новости не очень радостные, что касается темпа вакцинации. Понятно, что хотелось бы, чтобы люди активнее прививались. Вот с чем связывает бюро вакцинации продолжающее, скажем, снижение активности? Могу сказать, что активность снижается. Активность, она, в принципе, находится на одной точке отсчета, порядка 30-35 тысяч уже начиная с начала августа. То есть этот темп не меняется, что, в принципе, хорошая новость. Он, как говорится, еще интерес у жителей к вакцинации есть. Но да, он, к сожалению, не повышается. Но, вы знаете, на этой неделе мы планируем, не планируем, а мы ждем вакцин Янцен, который, скорее всего, первая, скажем так, крава будет завтра. Мы ожидаем порядка 7 тысяч доз. И мы знаем тоже, по этим выходным, когда мы тоже были на выездных вакцинациях, люди очень-очень ждут эту вакцину. Мы надеемся, что это как-то поможет и темпу, и вообще людям, как говорится, тем, которые так долго ждали вакцину Янцен. То есть мы, в принципе, ждали месяц. У нас сейчас есть тоже такие индикации от производителей вакцины Янцен, что, в принципе, достатки теперь будут каждую неделю в вполне таких нормальных количествах. Это приятная новость, Нинга. Говоря об этих вакцинах Янцен, когда-то, когда они только появлялись, было заявлено, что их в том числе будут использовать для вакцинации бездомных. Учитывая вот этот кризис и дефициты жуткие с вакцинами Янцен, как происходит вакцинация этой группы населения? В принципе, вакцинация для этой группы ничего не изменилась. Те маленькие, скажем так, доставка Янцен, которая была в августе, до нас дошли около 6 тысяч доз. Конечно, большая часть она ушла для педагогов, потому что было очень важно, чтобы новый учебный год начался, как говорится, лицо к лицу, а не лицо к компьютеру, то есть чтобы все дети смогли идти в школу. Но остальная часть, она ушла именно на эти различные цели, то есть в больницах людям до и после тяжелых операций для бездомных и для других, для вакцинации, выездных вакцинаций на дом людям 80+. То есть нет кризиса с вакцинацией бездомных? Нет, нет. По нашим данным, нет. Хорошо. Это радует и успокаивает, потому что, ну, согласитесь, такая своеобразная группа, и, в общем-то, если бродят, бродяги, извините за литерацию, они привиты, то это лишние риски. Да, что касается вот этой ревакцинации, мы знаем, что Кабинет Министров это долго обсуждал. На прошлом заседании поиста было принято все-таки решение, рекомендованное вот центром иммунизации, советом иммунизации, и рекомендована такая третья доза для людей с ослабленным иммунитетом. Не будем долго вдаваться в медицинские подробности. Может быть, чуть поясните с точки зрения БИРО, значит ли это, что есть определенная вакцина для ревакцинации, к примеру, только Pfizer или только Moderna, или если человек когда-то прививался с ослабленным иммунитетом Йенсеном, то только он должен теперь ждать Йенсена. Как это происходит? Вы знаете, да, у категории этих людей, которым Кабинет Министров на прошлой неделе разрешил начать процесс ревакцинации, в принципе, самая главная рекомендация, конечно, будет говорить с лечащим врачом, который принял решение, нужна ли третья доза, и именно какая вакцина будет эта третья доза. В основном это та категория людей, которая, в принципе, в своей последневной жизни очень много общается с лечащими врачами. Это не только семейные врачи, это различные эксперты, лечащие врачи, потому что, например, это пациенты, у которых долгий диализм. Например, это пациенты, которые болеют ВИЧ, это пациенты, которые после тяжёлых онкологических операций, или у которых тяжёлые онкологические диагнозы. То есть это те люди, которые на своей каждодневной жизни очень тесно связаны с лечащими врачами. И, в принципе, именно вот в этой, как говорится, такой цепочке, и мы советуем принимать решение. И само получение третьей дозы для этих людей, в принципе, она будет очень простой, сам механизм, это или семейный врач, или именно то учреждение, где эти люди проходят своё, ну, скажем так, своё каждодневное лечение. То есть там их и привьют, если врачи придут к такой необходимости, то есть там не надо будет какой-то центр вакцинации идти и так далее. Может быть, несколько слов о том, ну, поскольку фактически и учебный год идёт полным ходом сейчас. Бюро вакцинации планирует ли какие-то, ну, такие активности, если так можно сказать, вообще что-то, то, чего, допустим, раньше не было, что всё-таки, не знаю, стимулировать тех, кто сомневается. Понятно, что, может быть, эти так называемые антиваксеры не придут ни при каких обстоятельствах, да, но вот что касается вот тех, кто ещё колеблется, или, знаете, есть же целая категория людей, это всегда во всех делах, которые думают, ну, потом. Я, в принципе, ничего против вакцины не имею, ну, вот как-то не сейчас, но вот, может быть, потом, вот там, не знаю, времени нет, и потом говорят, что, может быть, будут какие-то побочные действия, значит, я должен там выделить себе два выходных, вот сейчас не получается, и всё время так вот они откладывают, след откладывают. Может быть, вот каким-то образом вы планируете их как-то вот побудить всё-таки не откладывать больше? Ну, да, что касается откладывать, вы знаете, на прошлой неделе, в принципе, сейчас у нас такая тактика по коммуникациям, и в основном, как говорится, очень хочется отделить процесс вакцинации от политики, то есть чтобы об этом больше говорили сами специалисты, врачи, эксперты, то есть люди, которые по вседневной жизни связаны с этими проблемами, а также чтобы, ну, больше и больше на такое, ну, публичное такое поле выходили рассказы тех людей, которые, ну, например, на прошлой неделе по латвийскому телевидению был такой сюжет, где таксист, русский человек, который тоже рассказывал о том, что он откладывал вакцинацию, о том, что он долго думал, нужно, не нужно, он ездит в такси, он слушает различных людей, сам он один раз уже переболел ковидом, и сейчас этот человек находится в интенсивной терапии, опять с ковидом, и, скажем, то, что он через свой дыхательный аппарат настойчиво пользует людей, чтобы они не откладывали свои решения, в принципе, вакцинировались сейчас. Ещё аргумент, конечно, тот, что мы все видим и понимаем, что, в принципе, это волна, третья волна, она пришла, она уже тут, у нас уже буквально перед нашими дверьми, потому что цифры растут с каждым днём, цифры госпитализации растут с каждым днём, они драматически растут, эти цифры, поэтому, как тоже писала Лена Ципула, которая руководит у нас службой скорой помощи, как она сказала, в принципе, две-три недели уже даже процесс вакцинации, это уже для людей как защита, в принципе, они могут уже опоздать, то есть нужно идти сейчас, здесь, сегодня, завтра, послезавтра, ближайшие дни. Нет, ну, всё равно мне всё-таки кажется, что прогресс есть, я там вот сижу, может быть, таким косвенным моментом, я ещё помню, что в начале лета, когда я там приходил, ну, в помещение кафе, как мы знаем, могут находиться, кушать там только те, у кого есть действующий сертификат, и вначале я там сидел чуть ли не в городном одиночестве, это вот, например, вчера, уже почти все столики были заняты. Я понимаю, что это Рига, может быть, концентрация людей из других регионов, но очевидно, что, значит, раз там у всех проверяются, естественно, коды, вот эти QR-коды, это значит, что всё-таки вот эта вот масса людей, которая уже вакцинировалась и уже прошло после этого 15 дней, они там получили сертификат действующий, значит, всё-таки количество людей растёт. Ну, вы знаете, да, если мы посмотрим на статистику, то взрослые люди с возраста 18 лет по всей республике, то есть это уже больше половины вакцинированных людей, если мы смотрим на такое взрослое население. Конечно, как мы уже несколько, много раз говорили, концентрация больше вакцинированных, чем ближе к Риге, тем она больше, чем дальше от Риги, тем она меньше. В то же самое время, опять-таки, Валмира, Лимба, Жилепа, то есть есть такие области и края, где-то вакцинация, она очень высокая, тоже более 50% жителей, например, вокруг Риги, очень активно вакцинируют именно молодое население, то есть люди 16, 17, 18, 29 лет, то есть это сейчас на данный момент это самые активные возрастные категории, которые именно вакцинируются. До сих пор мы смотрим тоже, как растет по разным возрастным категориям вакцинации, мы видим, что именно самое молодое население, оно самое активное, как они начали активно вакцинироваться, с начала с августа, до сих пор это самая активная возрастная, такая кривая линия, не знаю, как назвать правильный термин. Да, вот, ну что ж, большое спасибо, естественно, будем еще через неделю связываться, смотреть на динамику, вполне возможно, что вот эти новости, ну, к сожалению, очень печальные, о осте числа заболеваемости, вот эта третья волна, может быть, побудит еще сомневающихся, и те, кто откладывает прийти и начать эту прививку, Инга Васильева у нас была на прямой связи, и, как обычно, по понедельникам в это время, большое спасибо. Огромное спасибо, да, всего доброго, хорошего дня. А мы же продолжаем утро на Болткоме, и сегодня, в принципе, по большому счету, все гости в той или иной мере будут связаны с ковидом, все этого касается, ну, например, в школах, в том числе в связи с пандемией, дети, по крайней мере, треть, согласно одному из исследований, которые мы будем сегодня обсуждать результаты его, 30% школьников перенапряжены, и испытывают излишний стресс, и, в общем-то, речь идет о так называемом выгорании, так вот, оказывается, дети, в том числе латвийские, наши школьники, наши с вами дети, тоже подвержены этому синдрому выгорания, на эту тему будем говорить в следующем получасе. А потом еще поговорим, да? Да, заключающий гость у нас будет... О самолечении. Да, директор поликлиника о самолечении, совершенно верно, опять же, за последний год примерно на третью увеличилось количество жителей Латвии, которые при заболевании начинают лечиться сами по информации, которые они, что называется, гуглят. Ну, то есть, какие-то симптомы, сразу начинаешь искать в интернете, и тут вспоминается незабвенной памяти герой, один из героев книги Джерома Клапка и Джерома «Трое в лодке», помнишь, который читал медицинский справочник и нашел, в общем-то, в себе синдромы всех заболеваний, кроме родильной горячки. Именно так. Ну, вот примерно это и происходит. Но есть анекдот на все счет, когда приходит пациент к молодому врачу, он говорит, на что жалуетесь, он начинает вам перечислять симптомы, он говорит, так, подождите минуточку, и он так начинает тоже сам врач гуглить, ну, и уже больше больного не отвлекается, но больной думает, ну, пока врач занят, я тоже не буду терять время, взял свой смартфон и тоже гуглит свои же симптомы. И тут врач замечает, что он тоже гуглится, он говорит, пройдите, больной, а что вы сейчас делаете? Он говорит, ну, как, ну, вот, тоже пытаюсь вот по интернету как-то вот лечиться. Он говорит, больной, прекратите заниматься самолечением, сказал он и продолжил что-то гуглить. Ну, что ж, на этой ноте такой веселый как раз информация для размышления, может быть, в связи с этим у радиосустили будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их вот сразу после музыкальной паузы и новостей. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok